Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Хорошего человека, несомненно, должно быть много, но не стоит относиться к этому утверждению буквально, если лишние килограммы уже мешают радоваться жизни. Любые стрессы, ненормированный график или праздники в первую очередь сказываются на аппетите и рационе. Но после организм ожидает еще один удар – резкий отказ от любой пищи, который многие называют диетой. О том, как правильно держать себя в тонусе, говорим с исполняющей обязанности директора Центра снижения веса доктор Барменталь Надеждой Соловьевой. Для того, чтобы человеку снизить вес, действительно вы правы, нужно понять, насколько он этого хочет. Но многие испытывают разные способы снижения веса – это диета, голодание, кодирование, интенсивные занятия спортом. И не всегда задумываются о том, как это повлияет на состояние здоровья. Очень часто после таких изнурительных нагрузок истощается организм, обменные процессы нарушаются. И важно, чтобы человек научился не просто снижать вес, а его поддерживать в дальнейшем и сохранять. А для этого не только голодание и диеты должны быть, а наоборот грамотный рацион, сбалансированный, чем занимаются наши специалисты. И понять нужно не то, что можно убрать продукты и снизить вес, а именно причины, из-за которых этот вес набирается. Работать именно с причинами. У нас ведь как бывает, месяц до отпуска или до лета, и мы начинаем резко бросать кушать. На самом деле это далеко неправильно. Сколько времени реально требуется человеку, чтобы потихонечку убрать какие-то килограммы? И вот какое количество за какое время, могли бы сказать, реально? Все зависит от того, какой первоначальный вес у человека и какой ему нужно снижать. Но в целом от 4 до 6 килограмм в месяц снижают клиенты нашего центра. Естественно, что те, которые приходят относительно стройными, им не нужны большие темпы снижения веса. Они могут снижать 1,5-2 килограмма в месяц, для того, чтобы это было безопасно для здоровья. Каким образом это какие-то препараты, это какой-то особый чай, давайте конкретику? Проводится порядка 25 различных техник, которые позволяют работать и с физиологией, и с психологическими причинами, и с рационом. Потому что важно в комплексе работать со всеми сторонами, которые приводят к набору веса. И если человек имеет более 200 килограмм вес, или более 150 килограмм, когда ему нужно снижать не 5-10 килограмм, а гораздо больше, то интенсивными нагрузками ты уже не сделаешь. И нужно менять образ жизни привычный, стереотипы в поведении. С таким весом трудно вообще себя вести активно? Это, во-первых, для здоровья вредно? Это и сердце, и мышцы, там все не готово к таким нагрузкам? Вот поэтому в основе это грамотный подход, осознание того, когда я действительно голоден и ем по голоду, либо это аппетит, и начинаем подхватывать все, что не так лежит. Когда человек в течение дня ничего не ест, а потом вечером приходит и переедает, потому что в течение дня голод накопился. Кто-то любит за компанию хорошо покушать, а кто-то просто шел мимо и соблазнился на тот пирожок, который лежит. Поэтому очень важно понимать, что в основе не только еда, но и действительно наши психологические факторы, которые нас окружают, и научиться грамотно взаимодействовать и контролировать эти моменты тоже необходимо. А вы как строгая мама кушать нельзя после шести, я имею в виду ваш центр, бармиталь. Или все-таки это больше химические какие-то препараты, медицинские, которые помогают потихонечку убирать? Диеты, кодировки, гипнозы, иглотерапии мы не используем, потому что любое вмешательство в организм дает только временный результат. Единственные таблетки, которые мы назначаем, это обычные поливитамины, ну и масло для того, чтобы снижение веса было безопасным для здоровья. Кто к вам приходит? Мужчины есть или это больше пухленькие толстушки наши любимые? Хорошего человека же много должно быть? Естественно, что женщин гораздо больше, но бывает и мужчины. И причины обращения в центр очень разные. Кто-то увидел построеневшего друга или подругу и тоже хотят кушать все и при этом сохранять свой вес. Даже и не нужно им особо его снижать, сбрасывать. Есть клиенты, которым просто по состоянию здоровья необходимо снизить вес. Кто-то не может иметь детей из-за избыточного веса, нарушен гормональный фон. Кто-то уже близок к сахарному диабету или осложнение более серьезное со здоровьем. Поэтому все обращаются по разным причинам и важно понять, насколько мы им можем помочь. У нас-то цель какая? Все-таки похудеть. Когда процесс начинает происходить, у женщин, я имею в виду, появляется другая проблема. Возможно, обвисает грудь, да, и какой-то животик, наоборот, чуть-чуть выпячивает. Все-таки женское тело должно быть красивым, эстетичным. Здесь у нас работают специалисты по телу. Это косметологи, массажисты, которые уже, исходя из состояния здоровья клиента нашего центра, смотрят, какие процедуры можно ему предложить для того, чтобы потянуть кожу, чтобы работать с целлюлитом, работать с растяжками, которые у многих тоже образуются в процессе резкого снижения набора веса. Это послеродовый мешок. Ну и, соответственно, в первую очередь все это отражается на лице. Для женщин, естественно, более важно, лицо его никуда не спрячешь, да, и в первую очередь начинаем с этого работать. Ну и по телу процедур тоже достаточное количество. Это и ультразвуковая кавитация, и рефлифтинг, липолиз, бодиоптимайзер, который позволяет и подтягивать кожу, и с мышцами работать, микротоковая терапия. Есть многие женщины, встречаюсь с такими, почему-то сама посещая определенный салон, и в любом случае, вот они если попали в какой-то салон, где делают что-то для тебя, им главное вот все охватить, предлагают это, давай попробуй, вот это тоже. Я, наверное, думаю, что это тоже проблема какая-то с этим. А почему бы и нет? Вот она же делает, давайте и мне, запишите. Вы абсолютно правы, многие приходят и говорят, вот у меня подруга делала у вас эту процедуру, я тоже хочу. А зачем? Да. Сколько времени требуется человеку? Я имею в виду, есть какой-то курс, который посещают люди, у всех же свой график, у всех какая-то работа, может быть, есть вечерние какие-то курсы, расскажите об этом. Для начала у нас проводится бесплатная первичная консультация, на которой мы выявляем причины набора веса, смотрим, насколько можем помочь человеку, нет ли у него противопоказаний, и кратко вводим в курс методики самой, чтобы было понятно, насколько сам человек справится. Волшебных пилюль еще никто не изобрел. Если бы они были, наверное, все были бы уже стройные. В дальнейшем занятия проходят четыре дня подряд по четыре часа с врачами-психотерапевтами. Есть группа вечерняя, это с 18 до 22.00. Кому-то больше подходят дневные группы, когда люди из района приезжают или свободны в своем графике. Ну и важно не просто провести эти занятия, отпустить человека на волю и пусть он дальше делает что угодно. Важно контролировать, как уходит вес, чтобы он уходил неинтенсивно, чтобы это было безопасно для здоровья, обязательно под контролем. Проводим диагностику состава тела, смотрим, за счет чего уходит вес, даем рекомендации в питании, как его изменить, но при этом оно должно быть и вкусным, и сытным, и сбалансированным, и без запрещенных продуктов. В течение года у нас идет сопровождение согласно юридическому договору, и после этого периода остается бесплатным. Потому что проблема лишнего веса – это хроническое заболевание, и нужно понимать, что рецидивы бывают всегда. Главное – научиться вовремя с ними работать. Тела воли не хватает? Мотивация очень важна для того, чтобы снижать вес, но очень важно понимать зависимое состояние ожирения, и не каждый человек может с этим справиться. Только 5% людей снижает вес и никогда его не набирает. Физиологические техники позволяют научиться человеку насыщаться меньшим количеством пищи. Проводится рефлекторная техника на сокращение объема желудка у нас, потому что важно не резко уменьшать объем пищи, а постепенно, чтобы было комфортно для человека. Активизируются обменные процессы. Работают с психологическими техниками, они позволяют отделить эмоции от еды. То есть научиться вовремя и грамотно покушать именно по голоду, а если это аппетит, то работать с ними… Не за компанией, грубо говоря. Да, не за компанией кушать, и независимо от эмоций. Если кто-то во время стрессовых ситуаций заедает, а кто-то голодает, и важно научиться контролировать такие моменты. Война – война, обед по расписанию. Порционное, частое питание, дробное в течение дня, но оно должно быть без запретов. То есть если человек понимает, что он чего-то захотел, лучше скушать сразу, чем потом в 2-3 раза больше. Находить для себя время, поэтому очень важная такая доминанта – это мотивация. Без нее тоже никуда. Спасибо большое. Полезные сегодня советы прозвучали. Нашим телезрителям давайте пожелаем от меня и от вас, наверное, хороших впечатлений. И чтобы был стимул обязательно стать немножко лучше и стройнее, в первую очередь. Это была программа «Семь минут». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!